После реконструкции прошло открытие здания Государственного русского драматического театра Мордовии. На торжественной церемонии присутствовал глава Республики Владимир Волков. Он осмотрел внутреннюю отделку помещений, экспериментальную творческую лабораторию и сообщил о дальнейшей поддержке театральных коллективов. Подробнее Евгений Волков. Первым делом главу Мордовии пригласили осмотреть новую экспериментальную творческую лабораторию. Малый зал театра рассчитан на 60 зрителей и предполагается, что в нем будут ставить свои постановки молодые режиссеры. Несмотря на кризис, мы нашли возможность провести масштабные работы по реконструкции театра. Общая их стоимость более 395 миллионов рублей. Большая часть средств выделена из федерального бюджета. Реконструкция театра велась в преднепосредственной поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Сегодня я хочу выразить глубокую благодарность министру Владимиру Сихлавовичу Мединскому за поддержку многих проектов Республики в сфере культуры. В этом году театру русской драмы исполнится 85 лет. Реконструированное здание стало подарком к юбилею для артистов и театралов. Владимир Волков обещал и в дальнейшем поддерживать творческие коллективы и сообщил об учреждении пяти грантов каждой по миллиону рублей. Можно смонтировать фильм и телепередачу, улучшить голос артиста. При современной технике можно почти все. Единственное, что нельзя, это обмануть зрителя в театре. Дыхание зрительного зала, его живую реакцию не заменить ничем. Поэтому нужно нам больше ходить в театр, больше поддерживать наших актеров и, конечно, безусловно, давать новые силы для их творчества. От лица творческого коллектива Владимира Волкова благодарила Зинаида Павлова. Заслуженная артистка России заявила, русский драматический театр сегодня безнадежно счастлив и вручила главе Республики именное приглашение на все постановки. И вы, как почетный зритель, будете давать нам благодатную энергию. Мы будем стараться, актеры не должны. Вы не должна природа говорить. Вот наша природа будет просто ликовать, если вы будете сидеть в зале, придя и предъявив вот это именное предложение. После завершения торжественной части зрители смогли увидеть спектакль «Поминальная молитва» по одноименной пьесе Григория Горина. В очередной раз артисты русской драмы пытались донести до всех идею о возможности мирного существования людей, независимо от национальности и вероисповедания. Евгений Волков, Александр Данилов. Наши новости.